КОНЕЦ 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 Что это, госпожа со своим супругом сегодня сюда приехать из вас? Меня вот наперёд прислали, а мы что здесь делаем? Ничего. Вот ты что здесь делаешь? Шататься тоже любишь? Ничего не делать тоже? Вот таром хлеб есть. Вот это вы все умеете таром хлеб есть. Знаем мы вас. Ну-ка вон, на место. Это тут беспорядок. Я во всём здесь нахожу беспорядок. Да не простите. А что это такое? Я имею формальные предписания от госпожа. Я здесь все должны слушаться. Ты понимаешь меня? Слушаюсь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Я сегодня совсем замучился. Да, кстати, чистят ли дорожки в саду? Ну как же чистят? С деревни Бестягильных нагнали. А ты кто такой? От чего изволитесь? Я говорю, кто ты такой? Яс? Да, ты. Ну отвечай, я у тебя спрошу. Кто ты такой? Я Пётрс. Калакей. Вот кто ты. Вот дом твоё дело. И вот лампы чистить, это тоже твоё дело. А Бестягильных нагнали или других там каких, это не твоё дело. Ну ладно, вон на место. Что за народ? Варень. А этот. Вы что ж тоже молодых господ встречать изволите? Ну как же ж? Ну и что ж рады вы? О, приоделись. Да, то есть... Ну что ж ладно, вы вот здесь вот в уголку посидите. Да, Пётр. 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 Петрушка. Что такое? Опять никого в переднем. Ну что ты... Что угодно. Позвольте, а вы каким образом? Иванов. Иван Кузьмич. Вот их приятель. Сосед сдешний в гости ко мне пришёлся. Ну господа, ни время, ни места сейчас. Ну-ка, ну где ты шляешься? Ну-ка, пойдём со мной? Хочу посмотреть, что у вас там в кабинете. Он опять не так, как я приказывал. Положись-то на вас. Что это за народ такой пошел? Ваня! Ваня! Чего? Пойди, можно. Я лучше уйду. Да нет, останься. Ну, что из того? Ты ко мне пришел. Останься. Вот этот мой уголок. Пойдем в твою комнату. Нет, в мою комнату нам теперь нельзя. Там теперь белье разбирают. Перен тоже нанесли. А здесь чем куда? Нет, я лучше домой пойду. Да нет, сядь. Наш сейчас приеду, посмотришь на них. А чего смотреть-то? Ну, как чего смотреть-то? Ольга Петровна в Петербурге замуж вышла? Каков у нее муженек? Да и ее мы с тобой давненько не видали. Сядь, и я сяду. Ой, да что, Василий Семенович. Сядь, сядь, говорю. Ты не смотри на то, что Новый Дворецкий кричит. Бог с ним совсем. Он для этого представлен. А что, Ольга Петровна, часть за богатого вышла? Не знаю, как тебе сказать. А чиновник, говорят, важный. Ну, так тетя Петровна и следовала бы. Не лег же ей со своей теткой жить. Как бы новый-то барин нас с тобой не выгнал, Василий Семенович. А чего ему нас с тобой выгнать? Ну, то есть я про тебя говорю. Знаю, Ваня, знаю. Ты что, не говори, ты все-таки помещик. А мне и плачь-то не из целого края, а с чужого плеча. Ну, да я думаю, что новый барин меня не выгнал. Покойный барин меня не выгнал, а уж на что был сердит. Да ты петербургских молодцов не знаешь, Василий Семенович. А что, Иван Кузьмич? Разве они... Того? Просто говорят, беда. Ну, я-то их тоже не знаю, а слыхал. Ну, погляди. Я на Ольгу Петровну надеюсь. Она не выдаст. Не выдаст? Не выдаст. Да ведь она, ведь она чья и забыла тебя совсем. Ведь она отсюда, после смерти покойной матушки своей, с теткой ты со своей, ребенком выехала. Да что, ей 14 лет не было? А ты с ней в куклы игрывал, велико дело. Да она и не посмотрит на тебя. Ну, нет, Ваня. А вот увидишь. Ну, полный, Ваня. Пожалуйста. Да вот увидишь, Василий Семенович. Я... Перестань. Перестань, говорю. Давай лучше в шашки сыграем, как ты думаешь? Ну, чего так-то сидеть? Ну, давай-ка, брат. Давай. Нашел время, нечего сказать. Вот дворецкий позволит тебе, как же. Ну, а кому мы мешаем? Да господа сейчас приедут. Ну, господа приедут, мы бросим. В правый или в левый? В левый. Тебе начинать. Тебе начинать. Мне начинать. Ой. Я, брат, сегодня вот как начинаю. А прогонят нас с тобой, Василий Семенович. Вот увидишь. А я вот как. А я сюда. А я? Куда? Едут! Едут! Привет! Едут! 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 Махальный знак подал. Едут! 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 Господи, пронеси! Вот мы дома, наконец, пойдем. Как я рада. Благодарствуйте. Вот вам ваш новый господин. Прошу любить и жаловать. Не угодно ли чего приказать? Покушать или, может быть, чаю? Нет, благодарствуйте после. Я хочу показать тебе весь наш дом. Вы кабинет. Я целых семь лет здесь не была. Семь лет? Покажи. Матушка вы наша, голубушка. А постарел наш дом, и комнаты мне меньше кажутся. А это всегда так кажется. Ты отсюда ребенком выехал. Ольга Петровна, позвольте. Василий. Василий Петрович. Как ваше здоровье? А я вас сперва и не узнала. Позвольте поздравить вас. Старый наш приятель, Василий Петрович. Очень рад. С приездом. Мы все так рады. Так рады. Кто это? Бедный дворянин у нас в доме проживает. Ну, пойдем же, Поль. Я покажу тебе весь наш дом. Я здесь родилась, Поль. Здесь вырос. Пойдем с удовольствием. А вы, пожалуйста, прикажите моему Камердинову вещи там мои. Слушаюсь. Ну, пойдем. Ну, пойдем. Ну, друзья мои, теперь все по местам. Эй, Егор Алексеевич. Егор Алексеевич, вы в передней будете неравно, барин спросит, чтобы тут скажет. А вы что ж, господа, вы что, здесь останетесь? Вы здесь останетесь? Хорошо, хорошо, хорошо. Только ради бога я вас прошу. Я вас прошу, а то ведь с нас и взыщут. Василий Семенович. Ах, Василий Семенович. Ну, Вань. Скажи, какова? Нет, ты скажи. Ты скажи, какова? Выросла-то как, а? Красавица какая стала. Меня не забыла. Видишь? Видишь? Выходит, я прав. Не забыла? А зачем она тебя Василием Петровичем величает? Эх, и, брат, ты, Петровичем Семеновичем, ну, не все не равно. Ты умный человек, но ты сам рассуди. Муж своему меня представил. Молодец. Видный мужчина, а? Лицо какое. Сразу видно, чиновный человек. Как ты думаешь, Ваня? Не знаю, Василий Семенович. Я вот лучше уйду. Ну, что с тобой? Я про тебя не узнаю. Уйду, да уйду. Ты лучше скажи, как тебе наша молодая показалась. Ну, что ж, я не говорю. Хороша. А улыбка, Ваня? А? А голос, Ваня? Голос? Малиновка. Прямо канарейка. Ему же своего любит. Сейчас видно, что любит, а? Как ты думаешь, Ваня? Да Господь их знает, Василий Семенович. Ведь видно? Ну, что, мере Бога, я, 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 я. Это не, 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 не хорошо. Это Гришнова, Иван Кузьмич. Ну, право Гришнова. Ну, человеку весело, а, 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 а ты... Вот, опять, опять сюда еду. Посмотрите, я, 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 я. Невелик наш дом, как видишь. Чем богат, тем и рад. Мамилы, прекрасный дом. Превосходно расположено. Ну, теперь пойдем в сад? С удовольствием. А, впрочем, я бы хотел с того два переговорить с твоим управляющим. С твоим? С нашим. Ну, как хочешь. Я вот с тобой Василия Петровича возьму. Василий Петрович, пойдемте в сад. Хотите? Надень шляпу, Оля. Не нужно. Пойдемте, Василий Петрович. Ольга Петровна, позвольте вам представить тоже соседа здешнего, Иванового. Я очень рада. Угодно вам идти с нами. Дайте мне вашу руку, Василий Петрович. Как же? Да вот так. Василий Петрович, а помните, как мы в самом удаленном месте? Да. Да. Эй, кто там? Человек. Человек. Чего зовут? Как тебя зовут? Петромц. Позови же меня управляющего. Как бишь его зовут? Егором что ли? Точно так. Позови. Егор, я намерен осмотреть завтра имение Ольги Петровны. Как и так? Что это за господин здесь живет? Кто он такой? Кузовкин Василий Семенович. дворянин на хлебах спроживает еще со времен старого барина они их можно сказать и для потехи по себе держались и давно он здесь живет давно со смерти старого парина двадцатый год пошел вас и семен что еще при жизни покойника у нас поселился ну хорошо а что вас который есть ну как без конторы быть но это все завтра осмотрю ступай тропачев флегон александр приехали желает вас видеть как прикажете доложить кто бишь это такой знакомый имя проси здрасте павел николаевич бомжу а вы меня как будто не узнаете помните в петербурге у графа кунцова ах точно милости просим я очень я ваш ближайший сосед живу в двух верстах отсюда в городе ищем его сам вашего дома я знал что вас ожидали да и думаю заеду справлюсь сегодня но если они вовремя вы пожалуйста скажите он торжан кумир фо вы понимаете ну что за церемония напротив я надеюсь что вы останетесь у нас обедать хотя не знаю что нам приготовил наш деревенской обоже но я знаю что у вас все на большой ноге вы надеюсь также окажете мне честь на днях отобедать у меня вы не представляете как я рад вашему приезду здесь так мало порядочных людей джон комиль фо и мадам как ее здоровье я знавал ее ребенком да да я знаю вашу жену очень хорошо знаю поздравляю вас от души и поздравляю но она вероятно меня не помнит она будет очень рада она пошла гулять в сад с этим господином который здесь проживает а с этим но это кажется нечто вроде шута а впрочем человек он смирный да кстати павел николаевич со мной другой дворянин приехал но он там дожидается вы позволите сделать одолжение как же это он офет паза танцы это так это ничего тоже знаете по бедности у меня проживает ездить со мной одному знаете в дороге скучно пожалуйста не беспокойтесь живу замкали карпачок войди братец вот павел николаевич рекомендую очень рад но я понимаю что вам нельзя было больше это я думаю что дом отпустили надо вам отдохнуть вы охоту любите я отроду ружья не брал в руки однако перед отъездом купил себе собаку а что здесь Здесь много дичи. Есть, есть. Уж это, если позволите, я возьму на себя. Мы из вас сделаем охотника. Что у нас в Малиннике? Выводки есть? Два выводка, а в каменной гряде три. Федул Лесник намед не сказывал, что у нас в Горелом... Ой, как даже сад хороший. Позволь мне я тебе представить... Извините, извините. Мы старые знакомые. Ольга Петровна, вероятно, меня не помнит. Неудивительно, я знал ее комсант. Тропачев Флегонт. Помните соседа Тропачева Флегонта? Он вам из города игрушки привозил. Вы были тогда такой дивный ребенок. А теперь? Как же, как же. Теперь я вас узнаю. Вы не поверите, как я счастлива с тех пор, как я здесь. Ах, будто только с тех пор. Мое детство мне так живо вспомнилось. Ольга, ты непременно должен со мной пойти в сад. Я покажу тебе акацию, которую я сама посадила. Правда, она теперь гораздо выше меня. Месье Карпачев тоже соседа. Я очень рада. Но фет паза тансье. Итак, у тебя в деревне хозяйка и, наконец, как время-то летит. Вы, надеюсь, в нас обедаете. Я уже пригласил. Пардон, как вас по имени, по отчеству? Флегонта Александровича. Я уже пригласил Флегонта Александровича. Боюсь я только что обедал. А, полноте. А, вот вы. Ну, как вы? Слава богу. Папа еще воздалек. Не вовремя приехал, господин. Да, а противокажется, порядочный человек. И вы здесь? Как бишь вас? И я здесь. Месье, месье Тропачев. Мадам. Ведь я с вами, как старым приятелем, без церемонии, неправда. Ну, помилуйте. Вы позвольте мне пойти к себе. Мы только что приехали, надо было посмотреть. Все задал Женю, Ольга Петровна. Да и вы, Павел Николаевич, а будьте как дома. А мы пока поболтаем с этими господами. Притом вы хоть и старый приятель, но все, мне совестно в этом дорожном платье. Ольга Петровна, я бы не принял подобного предлога, если бы не знал, что для дам туалет всегда приятно. Вы злые. Ну что вы. Я вас оставляю, господа. До свидания. Павел Николаевич, поздравляю вас. Вы, можно сказать, счастливый человек. Вы правы, Фадея. Флегон. Павел Николаевич, может быть, я вас удерживаю. Павел Николаевич, я умоляю вас, располагайте мною. Ходите мы перед завтраком сходим на гумно. Отсюда два шага под лицом. Ну что он ты, помилуйте. Ну так берите вашу шляпку. Кто там? Человек. Завтрак бери приготовить. Карпачев пойдет с нами. Вы позволите? Очень рад. Прошу. Благодарю вас. Прошу. Благодарю вас. Валь, Валь. Ну? Скажи, теперь сам, какова наша Оля? Хороша. Я и не говорю, хороша. Ласкова-то как? Да, она не то, что он. А, он чем дурен. Ну ты сам рассуди. Он важный человек. Ну так привык так себя держать. Он бы и рад, понимаешь, но нельзя. Нельзя. У них там так требуется. А ты заметил, какие у него глаза? Нет, не заметил. Ну, нехорошо. Ну, нехорошо его, пусть бы справа нехорошо. Может быть, ну, я не говорю. Вон, дворецкий сюда идет. Ну, а что, что идет? Ну, ничего. Кстати, сюда не разбей, смотри. Стол. Подумаешь, иные люди точно в сорочках родятся. Наш брат бьется, как рыба, лед из-за куска хлеба, а им все даром достается. Где, позвольте, у вас спросить после этого справедливость на белом свете? Удивительное право дела. Ребятки, вы пошевеливайтесь. Петр, ты за вином ступай, я здесь сам управляю. Живей, живей. Что такое? Об стенку заморались. А, какая важность. Ну, оставьте, оставьте. Ты шашки убери. А, как господа вздумали, когда играть. И что, это дворянская игра, что ли? Так, тут, а? Прощай, брат. Куда? Домой. Ну, полно. Полно, останись. Итак, вот это контакт. Требьем. Требьем. Тут и требьем. О, вот и завтрак. Да это целый обед. Дубели, прошу покорно. Ну, прямо как у Сан-Жоржа. Эка бесть это Сан-Жорж. А кормит славно. Я-то проел у него не одну сотню. Сядемте хотите? Благодарю вас. Человек, стулья. Садись и ты, Карпача. Вы помете? Сделать одолжение. Да вы что ж, господа, не садитесь. Милости просим. По концу говорю, постоим. Садитесь, прошу вас. Ну, господа, чем Бог послал? Порфе! У вас чудесный пауэр, Валер Николаевич. Вы слишком добры. Итак, вы думаете, у молодых хорош будет в нынешнем году? Да, я так думаю. Будьте здоровы. Карбачев, а почему ты не пьешь за здоровье Павла Николаевича? Многие лета достойному нашему хозяину и всяких благ. Лучше? Вот бы кого в предводителе-то. Как ты думаешь? Еще бы. Как у вымощи рождена над... Карпаччо! А ведь, Павел Николаевич, если бы не служба... Такой изумительный сыр. Если бы не служба, будет бы вам нашим предводителем. Не, я нисколько не шучу. А почему вы не пьете за здоровье Павла Николаевича? Я очень рад. Карпача, налей ему. Да полней. Полней. Ну, что за церемония? Здоровья почтенного хозяина, и хозяйки. А, браво, браво. Павел Николаевич, мы сейчас с вами посмеемся. Ну, зален в рир. Он довольно забавен. Его нужно немного подпоить. Ну, как вы поживаете, Имирек Иванович? Я вас давно не видал. Все помаленьку, небось. Помаленьку, как вы изволили сказывать. Так, ну, хорошо. А что Ветрова достается вам, наконец, или нет? Вам угодно шутить? Помилуйте. С чего вы взяли? Наоборот, я вас участие принимаю. Я нисколько не шучу. Да никакого решения еще нет. Будто. Никакос. Потерпите, что делать. Павел Николаевич, вы, может быть, не знаете. Но в лице господина Кузовкина вы видите перед собой помещика. Настоящего помещика. Владельца. Или нет, бишь, наследника. Но законного наследника Сельцоветрова. Угарова тоже. Сколько бишь у вас душ? В Сельце Ветрове по восьмой ревизии 42 души состоится. Да оно не все мне достается. Он на этом Ветрове помешан. А сколько десятин в вашем участке? За выделом седьмых частей и прочих законных треб 84 десятины слишком. А сколько душ вам достается? Душ неизвестно сколько. Многие в бегах состоятся. Да с чего же вы не владеете вашим имением? А тяжбос. Тяжбос? С кем? Другие наследнички оказываются. Козелные и долги, и частные тоже. И давно это дело завязалось? Давненько. Еще при покойнике царство ему небесное. Да оно бы все мне досталось. Да денег нет. Времени тоже мало. Надо бы съездить в город, проверить, похлопотать. А некогда. Я рубовая бумага одна чего стоит, а я человек бедный. Корпачер, налей ему еще рюмку. Не, спокойно что-то дальше. Полноте, полноте. За ваше здоровье. Прошу вас. Прошу вас. Этак неладно. Этак вы ваше дело-то проиграете. Совершенно верно. Ну, я уж больше года и справок никаких не собирал. Правда, есть у меня там человек. Я на него надеюсь. А впрочем, Господь его знает. А что за человечек можно узнать? Да так-то, собственно, нельзя. Ну, да уж все. Лычков, Иван Артемьевич. Может, изволили слышать? Лычков? Нет, я не знаю, кто такой. Ну, как же, уездный Стряпчий. То есть, он был Стряпчий. И не здесь, а в Веневе. Ну, а сейчас так проживает. Больше торговыми оборотами занимается. И этот, Господин Лычков, обещал вам помочь? Обещал. Я его, у него второго сыночка крестил. Вот он мне и обещал. Погоди, я тебе это дело устрою. Погоди. Ну, а Иван Артемьевич, известный мастак. Олли. Ну, по губернии мастак. Так ведь вы говорили, что он в отставке и торговыми оборотами занимается. Да уж, ему такая задача вышла. На человек-то он золотой. Я, правда, его больше года не видал. Ах, как бешва. Ведь это нехорошо. Нехорошо. Да расскажите нам, в чем дело. Да дело вот в чем, Павел Николаевич. Вы меня извините за мою. Но вам самим угодно знать. Сельсоветрова. От роду не приходилось говорить с сановником. Так что извините, Колесо. Говорите, говорите смело. А еще рюмочку. Нет, уводите. Для куражу. Разве что для куражу. Прошу вас. Так вот что, доложу я вам. Сельсоветрова, о котором теперь и речь идет. Все сельсо досталось по прямой неисходящей линии от деда моего, Кузовкина Максимова, секунд майора. Может, изморили, слышите? Двум родным братьям Максимовым сыновьям. Родителям моему Семену и дяди моему родному Ник Таполеону. Родители моим братом своим, моим дядей, при жизни не делились. А умер мой дядя Ник Таполеон бездетным. Вот что, прошу заметить. Только умер он после кончины отца моего родного Семеном. А была у них еще сестра, тоже родная, Катерина. И эта Катерина вышла замуж за Ягушкину порфирию, у которого от первой жены Польки был сын Илья. Пьяница, Горький и Бурмасон. Которому дядя мой Ник Таполеон, по-навицу сестры Катерины, выдал вексель в 1700 рублев. А сама Катерина, муж с моим порфирию, тоже вексель в 1700 рублев определила. И отца моего родного через посредство заседания уездного суда Галушкиного тоже вексель, только в 2000 рублев взяла. Причем Игрушкина жена в этом участвовала. На ту пору родитель мой, царство ему небесное, возьми да и умри. Пошли мы к селя, к взысканию. Никто плен туда, сюда, и я, говорит, не делился. Имение, говорит, мое сие с племянником. А тут Катерина 14-я часть требует, казенные недоимки на тот случай подвернулись. Беда. Галушкиного жена хлоп вексель с своей стороны. Никто приятно, говорит, зато племянник в ответе. А какой, сами расследите, ответ с малолетнего. Галушкин его к суду, к суду. Полькин сын Илья туда же, да еще и свою мачеху не пощадил. Я, говорит, ее не спущу. Она, говорит, мою прислужницу Акулину опоила. Заварилась каша. Покатили просьбы в уездный суд. Из уездного в губернский, из губернского в уездный с надписью. А тут после смерти Никто Палеона совсем худо пошло. Я требую ввести меня во владение, а тут хлоп-приказ. По казенным недоимкам продать сельцов ветрово с аукционного торгу. Немец, немец, гангенмейстер, свои права предъявляет. А тут мужики бегут, бегут, как куропатки. Да, на уездный предводитель мне в дверях выговор читает. Под опеку кричит, под опеку. А какой под опеку? Законный наследник не убеден. На Полькиного сына Илью, мачка Екатерина, жалобу в самой правительствующей селяне. Продолжайте. Зачем же вы остановились? Сделать одолжение, как пишешь вас. Продолжайте. Виновата. А ты успокоилась сзади. А вы робеете. Не правда ли вы робеете? Точно так. К этому горе помочь можно. Человек, дай-ка нам еще вина. Вы пермете? Сделать одолжение. Да нет, да нет, лишь шампанское. Шампанское, ладно. Это нехорошо почтение жизни. Робеть в порядочном обществе это не принято. Уже заморожено. Мессе манифик. Хорошее должно быть вино. Это вот вам, да не отказывайтесь. Мы зарапортовались немножко. Ну что за беда? Павел Николаевич, прикажите ему пить. За здоровье будущего владельца Ветлова. Пейте же, Пейте же, Василий Алексеевич. Какой чудесный завтрак, Павел Николаевич. Ну, а в чем же бишь дело? С кем у вас тяж подтепить? С гангемейстеровскими наследничками, разумеется. Да кто этот господин? Ну, известно, немец. Он скупил все векселя, а другие говорят, что просто взял. А я того же мнения, что напугал бабы и взял. Ну, а Катерина-то что глядела? А Полькин сын Илья? Э-э-э, эти все давно перемерли. Полькин сын даже сгорел в пьяном виде на постоялом дворе по случаю пожара. Что ты меня все за полу дергаешь? Ну, я перед господами изъясняюсь, как они сами того хотят. Ну, что тут худого, а? Да, господин Иванович, нам очень приятно. Ну, вот видишь, я ведь что, господин, требую? Я требую справедливости. Законного порядка вещей. Я не честоленый. Честоленый в общем совсем. А я говорю, рассудите нас. Коли я виновен, накажи. Но коли я прав, коли я прав. А еще рюмочку. Я все, господин, требую. В таком случае, вы мне позвольте вас обнять. Много чести пою. Ну, помимо, что вы, напротив, вы мне очень нравитесь. Я поцеловал вас, мой голубчик. Нет, лучше после. Горбачья, теперь твоя очередь. Ну, позвольте Василий Семенович прижать вас к моему сердцу. Ну, Павел, ну что? Да ну, не ломайся. Вы флегон-то, Александр. Прикажите-ка лучше им песенку спеть. Они у нас спели, вы мастер. Как? Вы поете, друг мой. Сделайте одолжение, покажите нам свой талант. Ну, что вы из меня тут? У меня и голоса-то нет. А при покойнике, небось, вы не пивали за столом? При покойнике? Я с тех пор состариться успел. Ну, полночь, что вы состарик такой? И пел, и плясал. Э-э, да я вижу, вы молодец. Окажите-ка нам дружбу, спойте-ка нам песенку по улице Мостовой. Ну, сетемпе вульгарду, да в деревне. Ну, увольтесь, дядя Семенович. Какой несговорчивый! Елецкий, прикажите ему вы. Да чего же Василий Семенович вы не хотите теперь петь? Нечели-то, Павлов Николаевич, увольте. Да ведь совсем недавно на свадьбе вот их братцу вы же изволили отличиться. Вот видите. А, через всю комнату в присядку. Ну, уж теперь вам никак отказаться нельзя. Вы за что ж хотите нас с Павловым Николаевичем обидеть? Нет, ну, то дело вольное. А теперь мы вас просим. Вы хоть то в соображение-то возьмите, что ведь ваш отказ неблагодарности приписать можно. А неблагодарность, какой гнусный порог. Да нет, у меня и голоса-то нет. А что касается благодарности, то я по гроб обязан и готов жертву... Да мы от вас никакой жертвы-то ведь не требуем. А вот спойте-ка нам песенку по улице мостовой. Ну! По улице мостовой шла девица за водой... Нет, я не могу... Ну, ну не робейте! Нет, я петь не буду. Не будете? Не могу. В таком случае, знаете что? Вы вот видите вот этот бокал с шампанским? Я вам сейчас его за галстук выделил. Нет, вы... Вы этого не сделаете. Я... Нет, я этого не заслужил. Со мной никто... Помилки... Это же... Это стыдно. Фенесе. Видите, он конкурент. Тем лучше. Вы не хотите петь? Нет, я петь не буду. Не будете? Не могу. Раз. Нет, у Павла Николаевича... Два. Нет, за что... За что вы со мной так поступаете? Я не имею чести вас знать. Я... Я дворянин, не бойтесь сообразить. А петь я не могу. Вы сами видели. Последний раз. Ну, вон, что я говорю вам... Я вам не шут дался. О, будто вам диковинка. Извольте другого шута отыскать. В самом деле оставьте его. Ну, Павел Николаевич, он же при вашем тесте играл роль шута. То делаю давний. А сейчас я... Мне в голове что-то хорошее. Ну, как вам угодно. Нет, Павел Николаевич, не гневайтесь. Не гневайтесь. Ну, помилуйте. Ну, с чего вы взяли? Нет, в другой раз. Я с удовольствием. Ну, сейчас... Сейчас, простите, господа, я же я кого-чем... Старый остался. Да и... Отмыкаться. По крайней мере, хоть выпейте этот вокал. Вот. С удовольствием. За здоровье почтенного и дорогого гостя. А песенку все нельзя, а? Нет. О-о-о-о... Не могу уже... В кои-то веки я... Я пивал. И пивал не хуже других. По улице мостовой шла... За водой, за водой... Ключевой зоне, и парень... Мыло... Давай-ка и сидеть. О-о-о-о... А сейчас не могу. Что я? Вот пустой человек. И вот... Не хуже его. Да. Старый остался. Вот что, казалось... Выпил две-три рюмки, а уже тут... Неладность. Это вам только кажется. Да. Да. А что же вы нам вашего делать не досказали? Не досказал. А? Не досказал. Но я готов. Прикажите. Другое время только... Будьте ласковы, господа. Позвольте сись, а то что-то ножки того... Отказывайте. Сделать одолжение, как и швас. Да. Садитесь. Да, что бишь я? Да, я об гангельмейстере говорю. Гангельмейстер, это... Гангельмейстер, ну, известно, немец. Он служил, служил по праве антической части. Наворовал там тьмуть-тьмущи. И говорит, вексель мой, а я дворянин. А он говорит, либо заплати, либо, говорит, во владение виде. Либо заплати, либо во владение виде, либо заплати, говорит, либо во владение имени... Вы спите, друг мой. Проснитесь. Я? Я не шплю. Это вам показалось. Спят ночью, а сейчас день. Разве сейчас ночь? Я об гангельмейстере говорю. Гангельмейстер, о-о-о, гангельмейстер. Гангельмейстер, гангельмейстер. Гангельмейстер. Вот кто мой настоящий враг. Мне говорят и та, и дорогая, а я говорю, говорю, гангельмейстер, говорю. Да, он меня ненавидит. Он меня не любит, он мне вредит. С самого моего детства вредит. Он меня не любит. Но я ему прощаю. Бог с ним совсем сгангельмейстер. Гангельмейстер. Посмотри, посмотри, что тебе на голову надели. Из тебя же шута делают. За что? За что? Пол, Пол, Василий Семенович, как вам не стыдно? Из-за такой бездельцы плакать. Как? Из-за такой бездельцы? Из-за такой бездельцы? Нет, Павел Николаевич, это не бездельцы. Так, в первый же день вашего приезда, в первый же день, вот, как вы со стариком поступаете. Со стариком, Павел Николаевич. За что? За что вы меня в грязь топчете? Что я вам сделал? За что, Павел Николаевич? А я вас так ожидал, так радовался. За что? За что, Павел Николаевич? Полностью? Что вы в самом деле? Я не с вами разговариваю. Вам позволили надо мной ломаться. Вот вы и рады. Я вас спрашиваю, Павел Николаевич, что ваш покойный тесть за дробой кусок хлеба, да за старые жалованные сапоги вдоволь надо мной потешался. Так вам, вам того же надо. Так его, его подарочки соком из меня вышли. Кровавыми слезинками вышли. Так вам, вам, вам того же, вам завито стало. Студно, батюшка, стыдно. А ведь еще образованный человек из Петербурга. Послушайте, а на кого забываетесь? Подейте к себе, да и высмитесь. Вы пьяны, вы на ногах не стоите. Я выспался. Я выспался. Может быть, я и пьян. А кто меня поил? Нет, ну не в этом дело. А вы вот что возьмите. Вот вы сейчас при всех надо мной смеялись. В грязь меня втопкали. В первый же день вашего приезда. В первый же день. А вы знаете ли вы, кто я? Вот если бы я захотел, если бы одно слово, одно слово, он сам не знает, что говорит. Я пьян, но я знаю, что я говорю. Вот вы, вы важный барин, чиновник из Петербурга, образованный, конечно, а я, я дурак, я шут, за мной гроши медного нет, я дармоед, я попрошайка. А вы знаете ли вы, кто я? Вот вы и женились. На ком вы женились, а? Извините, пожалуйста, я никак не мог ожидать таких глупостей. Я признаю, что же виноват. Уведите его, пожалуйста. Нет, милостивый государь, вы не ответили мне, на ком вы женились. Ступайте, ступайте. Но пойдемте вы сейчас. Не дарьте меня! Ты! Вот вы, важный барин из Петербурга, вы женились на Ольге Петровне Колине. Колина фамилия столбовая, старинная. А вы знаете ли вы, кто она, Ольга Петровна? Она, она моя дочь. Вы? Вы с ума сошли? Я сошел с ума! Что это значит? Что мне послышалось вчера? Я все равно ведь заснуть не могла. Старик этот с ума сошел. Она моя. Да-да, точно, эти слова. Да это безумие. Пол еще ни о чем не подозревает. Да вот и он. Ты желала меня видеть, Оля? Да. Я хотела попросить тебя. В саду возле пруда дорожки поросили травой. Перед домом их расчистили, а там позабыли. Прикажи. Я уже распорядился. А, благодарствую. Больше никаких приказаний нет. А что, разве у тебя там дела? Счеты из конторы принесли. А, ну в таком случае я тебя не удерживаю. Полли. Да? Скажи, пожалуйста, вчера мне некогда было тебя спросить об этом. Что это у вас было за сцена утром за завтраком? А, ничего. Так, досадно имя только что в день нашего приезда и вышла такая неприятность. Впрочем, я сам виноват немножко. Этого старика Кузовкина вздумали подпоить. То есть, это больше нашему соседу пришло в голову. Знаешь, месье Тропачок. Ну, теперь он точно был довольно смешон, болтал и рассказывал, а после начал шуметь, глупости всякие говорить. А, впрочем, ничего, и говорить об этом не стоит. Мне показалось... О, нет, нет. Вперед осторожнее нужно быть. Вот и все. Впрочем, я уже взял свои меры. Как? Да вот видишь ли, хотя оно и ничего, но все-таки тут люди были, видели, слышали, наконец. Оно неприлично в порядочном доме. Так уж я и распорядился. Как же ты распорядился? Да вот видишь, я этому старику объяснил, что ему самому будет неприятно остаться у нас в доме после подобной сцены, как ты сама говоришь. Он точно же совершенно со мной согласился. Хмель-то у него прошел. Конечно, он человек бедный, жить ему нечем. Ну что ж, ему нужно быть в какой-нибудь другой твоей деревне комнатку отвезти. Жалуем назначить харчи. Он будет очень доволен. Разумеется, ему ни в чем не будут отказывать. Поль, мне кажется, что за такую безделицу ты его слишком строго наказываешь. Он так давно в доме живет. Он привык. Он меня с детства знает. Право его, кажется, можно было оставить. Оля, нет. Тут есть причины. Конечно, со старика взыскать строго нельзя. Особенно же он был не в своем виде. Но позволишь мне на этот счет распорядиться. Я повторяю, но то есть причины и довольно важные. Как хочешь. Душ кажется и уложился совсем. Но он не уедет, не простясь со мной. Я думаю, придет проститься. Но если тебе, так знаешь, неприятно, ты можешь его не принять. Нет, напротив. Я бы желала с ним поговорить. Как хочешь, Оля. Но я бы тебе не советовал. Ты разжалобишься. И потом, все-таки старик с детства тебя знал. А я, признаться, не хотел бы свое решение переменить. О, нет. Не бойся. Только мне кажется, что он уедет, не простясь. Поняли? Пошли узнать, что он не уехал еще. Изволь. Выседжули комменанж о журдии. Чего изволится? По делегазым моим узнает там, что господин Кузовкин не уехал еще, чтоб пришел проститься. Слушаюсь. Оль. Да? А у меня до тебя есть просьба. Скажи, какая? Послушай, вот как придет этот Кузовкин, оставь меня с ним наедине. Напротив, Оля, мне кажется, тебе будет это неловко. О, нет. Я желаю с ним поговорить. у меня есть до него дело. Я хочу спросить. Да, я желаю с ним поговорить наедине. Да ты разве что-нибудь вчера... Что? Нет, нет, как хочешь. Как хочешь. А вот он, кажется, идет. Здравствуйте, Василий Петрович. Здравствуйте. Вы уже совсем собрались? Совсем собрался. Ольга Петровна желает с вами поговорить. Проститься с вами. Вы, пожалуйста, если вам что нужно, скажите ей. Урва. Ты ненадолго с ним останешься? Не знаю. Не думаю. Ну, хорошо. Сядьте, Василий Петрович. Сядьте. Я прошу вас. Вы, я слышала, уезжаете. Точно так. Мне Павел Николаевич сказывал, поверьте, мне это очень неприятно. Не извольте беспокоиться. Покорнича благодарю. Я и так. Вам в вашем новом месте жительства будет так же хорошо. Даже лучше. Будьте спокойны, я прикажу. Покорнича благодарю. Я чувствуюсь. я не стою. Кусок хлеба да угол какой-нибудь больше мне и не следует. и не следует. А теперь позвольте проститься. проститься. Провинился я точно. Простите старика. Что же вы так спешите? Погодите. Как прикажете? Василий Петрович, скажите мне откровенно, что это с вами вчера поутру случилось? Виноват. Ой, капитан, кругом виноват. Не извольте расспрашивать, а только я чувствую свою вину. Павел Николаевич совершенно правый. меня не так следовало бы наказать. Век за них буду Бога молить. Я признаюсь своей стороны такой большой вины не вижу. Вы уже не молоды, вероятно, от вина отвыкли, но пошумели немного. Не извольте оправдывать меня, Ольга Петровна. Поконечно благодарю, но только я чувствую свою вину. Или вы, может быть, что-то сказали обидное для моего мужа и для господина Тропачева? Виноват. Послушайте, Василий Петрович, хорошо ли вы помните все ваши слова? Какие слова? Вы, говорят, что-то сказали. Солгал. Ольга Петровна, непременно солгал. Не в своем уме находился. Однако с чего бы это вам пришло в голову? Бог знает с чего. Сумасшествие просто. Я, признаюсь, давно не пил вина, выпил, ну и пошелся. Бог знает, что наболтался. Оно бывает. Только я чувствую свою вину и наказан поделом. А теперь позвольте проститься. Не поминайте лихом. Я вижу, вы не хотите со мной говорить откровенно. да вы не бойтесь меня. Ведь я не то, что Павел Николаевич. Но его вы можете бояться положим. Он с виду кажется таким строгим. Но меня-то зачем бояться? Ведь вы меня ребенком знали. Вы, сердце у вас ангельское. Пощадите старика. Вы напротив. Я бы желала... Не напоминайте мне про вашу молодость. Так мне горе. на старости лет уезжать приходится из вашего дома не по своей вине. Послушайте, Василий Петрович, есть еще средства помочь вашему горю. Только будьте со мной откровенны. Послушайте, я... не беспокойтесь, не беспокойтесь, Ольга Петровна. Я и там о вас буду Бога молить. А вы иногда вспомните обо мне, скажете, вот, так сказать, старик Кузовкин Василий преданным мне был человек. Василий Петрович, точно вы мне преданный человек. Точно вы меня любите. Матушка моя, прикажите мне умереть за вас. Я не хочу вашей смерти. Я хочу правду. Я хочу знать правду. Слушаюсь. Я слышала ваше последнее воскресание. Какое воскресание? Я слышала, что вы сказали обо мне. что же? Это правда? Ольга Петровна, помилуйте. Ольга Петровна, сумасшествие. Я уже докладываю. Нет, вы не хотите сказать мне Ольга Петровна, простите. Сумасшествие. помилуйте. Умоляю вас, заклинаю вас самим Богом. Что это? Правда? Правда? Да за что же вы мучаете меня? Вы хотите знать правду? Да. Я хочу знать все. Говорите. Правда? Да. Ну что, что кончил? А вуаля жугузыди. Вот он прощения стал просить. Оль, оставь нас одних. Мама шарф. Прошу тебя, умоляю, оставь нас. Изволь. Только надеюсь, что мне объяснишь эту загадку. Встаньте. Встаньте, говорю вам. Ольга Петровна. Сядьте здесь. Василий Петрович, понимаете ли вы мое положение? Я понимаю, Харьков Петровна. Я точно в уме повредился. Отпустите меня. А то я еще бед наделаю. Нет. Я сам, я сам не знаю, что я говорю. Нет, вспомните, Василий Петрович, дело сделано. Теперь вы от своих слов отказаться не можете. я хочу знать всю правду. Всю. Теперь. Я говорю вам, поймите вы, наконец, и мое положение, и ваше. Или вы оклеветали мою мать. В таком случае извольте выйти и не показывайтесь мне больше на глаза. Вы остаетесь. Вы видите, что вы остаетесь. О, Господи. Говорите же, я хочу все знать. Вы должны мне все сказать. Хорошо. Хорошо. Вы все узнаете. Что надо мной случилась такая беда. Только не глядите на меня так. Я права не могу. Василий Петрович. Меня Василий Семеновичем зовут. Да. так с чего прикажете начать? Василий Семенович, вы хотите, чтобы... Я не могу, когда вы так... Успокойтесь. Вы видите, в каком я состоянии, принудите себя. Слушаюсь. Слушаюсь. Так с чего прикажете начать? Я, простите, сперва так немного расскажу. Сейчас, сейчас. Так. Лет мне было 20 небольшим. родился я, можно сказать, в бедности, а потом и последнего куска хлеба лишился. И совершенно, можно сказать, несправедливо. Батюшка ваш покойный, царство его небесное, надо мной сжалиться изволил. живи, у меня в доме. Ну, я у него в доме поселился. А батюшка ваш в ту пору в холостом состоянии пребывал. А в том годик, эдак через два, стал свататься за вашу матушку и женился. И жили они с вашей покойной матушкой. За двух сыночков прижили, только оба они в скорости померли. Ах, Ольга Петровна, Ольга Петровна, батюшка ваш крутой был человек и выпить любил. Впрочем, человек был хороший и мой благодетель. И жил он с вашей покойной матушкой и царствой небесной в больших ладах только недолго. Матушка ваша, как бы это сказать, ангел была во плоти и собой красавица. нас судьба соседка в ту пору возле нас появилась. Вот он, возьми, ты привяжись к ней. Мировата боль придем. Продолжай. Господи, боже мой, помоги мне, грешен. Вот он и привязался к этой соседке, чтобы ей пусто было на том свете. Стал он к ней скажи, наибожий день ездить, а часто и по ночам домой не возвращался. Совсем стало худо. Матушка ваша, царствие небесное, сидит, бывало, целыми днями, одинешенько, а иногда и сплакнет. Сидит, бывало, сердечно у окна, даже книжки не читает, а все в поле на дорогу смотрит. А он, бывало, уедет, а ее запрет. От всякой безделицы в гнев приходил. И чем больше она перед ним смирялась, тем больше его это слило. А кто бы вовсе перестал с ней разговаривать, совсем ее бросил. Ах, Ольга Трофовна, Ольга Трофовна, как же она любила вашего батюшку. Бывало, он и не глядит на нее, она сидит со мной, все о нем, все о нем, как бы угодить, чем помочь. Вот и собрался он однажды ехать туда, зачем, в Москву один по делам. А какой один? На первой же подставе его соседка ждала. Вот они укатили вместе и целых шесть месяцев пропадали. Целых шесть месяцев за все время ни одного письма в дом не написал. потом вдруг вернулся такой сумрачный, серпитый. Соседка его бросила, как мы потом узнали. Заперчал себя в комнате и не выходит. Даже люди в удивление пришли. Не выдержала покойница, перекрестилась, очень она его боялась и вошла к нему в комнату. Стала его упрашивать, уговаривать, а он он как закричит на нее, да взявший палку. Виноват, виноват Ольга Петровна. Правду вы говорите, Василий Семенович. Убей Бог меня на этом месте. Продолжайте. Вот он ее и словами, и впрочем смертельно он ее обидел. Как полоумная она прибежала к себе в комнату, а он он крикнул людей и в отъезжей поле. Вот тут и случилось. тело Ольга Петровна. Не могу я. Не могу. Не могу. Говорите же. Говорите. Слушайте, Ольга Петровна, должно у вашей матушки покойной от этой обиды кровной ум помутился. Не в себе она была. Как сейчас ее вижу. Вошла она в образную, встала перед иконами, подняла была руку для крестного знамени. да вдруг отвернулась и вышла. Даже засмеялась потихоньку. Видно, и ее одолел таки лукавый. Жутко мне было глядеть на нее. За столом сидеть изволила, ничего не изволила кушать, а только молча, пристально на меня глядела. И в тот же вечер вот в этой самой комнате, мы часто здесь по вечерам в карте иногда от скуки или разговор небольшой, вот она долго помолчав вдруг и говорит мне, а я, я, Ольга Петровна, я только что не молился на нее, как же я ее любил. Вот она вдруг и говорит мне, Василий Семенович, я, говорит, знаю, ты, говорит, меня любишь, а вот он, он меня презирает, он меня бросил, он меня оскорбил, ну, так и я же. Ум помутился не в себе она была, а я, я ничего не помню, говорила кругом, вот и сейчас, сейчас даже жутко вспомнить, вот тут-то она мне пощадить, издавика, пощадить, не могу я, скорее, язык отсохнет. на другой день меня помнится дома не было, я на заре в лес убежал, на другой день скачет доезжачий во двор, что случилось, барин упал с лошадью, убился насмерть, лежит без памяти, на другой же день, Ольга Петровна, на другой же день, матушка ваша, карету и к нему, а лежал он в степной деревушке у священника, верст за 40, как не спешило сердечно, а в живых его не застало. Господи, Боже мой, мы думали, что она с ума сойдет. До самого дня вашего рождения все хворало, да и потом не перенесла. Ну, вы сами знаете, недолго она пожила на свете. Стало быть, я ваша дочь. Но какие доказательства? Доказательства? Помилуйте, Ольга Петровна, какие доказательства? У меня нет никаких доказательств. Так бы я смел, так бы ни вчерашнее несчастье, мне кажется, я бы на смертном адре язык себе вырвал. Как я не умер вчера, до вчерашнего дня ни одна душа, я сам, сам наедине, даже думать об этом не смел. После смерти вашего покойного батюшки я хотел было бежать, куда глаза глядят. Да не осмелился, бедности испугался, нужды кровной. виноват остался. Да при вашей матушке я не только что говорить или что, я еле дышать мог. Какие доказательства? Первые эти месяцы я и не видал ее вовсе. Они заперлись у себя в комнате и никого, кроме Просковой Ивановны, горничной, к себе не допускали. Потом точно я ее видел, но как перед Господом взглянуть на нее боялся. Какие доказательства? Конечно, я дурак, злодей какой-нибудь. я свое место знаю, как бы ни вы приказали. Вы не беспокойтесь, не беспокойтесь, Олег Петровн. Да вы мне не верьте. Ну, соврал. Вот и все. Со мной часто бывает. Я часто сам не знаю, что я говорю. Из ума выжил. Не верьте мне, какие доказательства. нет, Василий Семенович, я с вами лукавить не стану. Вы не могли выдумать такую клеветать на мертвых. Это слишком страшно. Я вам верю. Вы мне верите? Да. это ужасно. Это ужасно. Не беспокойтесь, не беспокойтесь, Ольга Петровна. Я понимаю, вам с вашим образованием, а я я-то бы сказал, что я такой. Я понимаю, я чувствую. Ведь я люблю вас как родной. Ведь вы мне все-таки не беспокойтесь, не беспокойтесь, это слово не слетит у меня с языка. Да забудьте весь наш разговор, а я сегодня же, сейчас же уеду. Я понимаю, я понимаю, я не могу здесь оставаться. но я и там за вас и за вашего супруга. Я сам виноват лишился, можно сказать, последнего своего счастья. не плачет, не плачет, полноте. Прощайте, Ольга Петровна. господи, 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 что же делать? Девочки. Ай! Что? Оля! Это Оля. Нам нужно смотреть на брачок в реку. Оля! Оля, отвечайте мне! Василий, Сергей? Точно так! А где Ольга Петровна? Они изволили их вынчить. От открытия же мне! Это странно. Вы уходите? Точно так. Ну так чем же у вас разговор кончился? Разговор? Разговора, собственно, не было. А я Ольга Петровна милостивого прощения просил. Да, да. А они изволили сказывать, что более на меня не гневаются. А я вот уезжать собираюсь. Ольга Петровна следовательно не перемил у моего решения? Никак нет. Мне очень жаль, Владимир Семенович. Но вы понимаете сами, что... Я понимаю, Павел Николаевич. Еще милости вы изволили со мной поступить. Мне приятно видеть, что вы, по крайней мере, чувствуете свою вину. Итак, прощайте. Покорящий Владимир. Если что нужно будет, пожалуйста, не церемониться. Я, хотя я отдал старости приказ, но во всякое время можно обратиться прямо ко мне. Прощайте, Василий Семенович. А впрочем... А впрочем, погодите. К нам господин Тарпачев приехал, так вот он сейчас сюда войдет. Я бы желал, чтобы вы при нем то же самое повторили, вот то, что вы мне сегодня поутру сказали. Слушаюсь. Оно, положено, для вас будет несколько неприятно, но все-таки человек благоразумный. Притом, я вижу, вы чувствуете свою вину. Вы поймете. Слушаюсь. Ну, хорошо. Ну, входите же. Входите, Венедон. Ну что, кто выиграл? Разумеется, я. А ваш бильярд удивительно хорош. Только представьте, господин Иванов отказался играть со мной. Говорит, у меня голова болит. Господин Иванов и болит голова. Э, мадам. Надеюсь, она здорова? Слава Богу. Она сейчас придет. А ведь послушайте, ваш приезд. Ведь это совершенное счастье для нашего брата-стивника. Ах, боже мой, и вы здесь? Да, он сегодня ужасно сконфужен, вы понимаете, после вчерашней глупости. С самого утра у всех у нас прощения просят. О-о-о. Видно, вино-то не свой, брат. Что скажете-то? Совершенное безумие, можно сказать, нашлось. То-то, то-то. Ха-ха-ха-ха. Ветровский помещик. И ведь придет же мысль в голову. Да, так о чем же я хотел спросить вас, Флегон Александрович? Когда же мы на охоту? Когда хотите. Я вот сейчас у Карпачева спрошу. Он это лучше знает. Он нам скажет, куда ехать. Карпачев, войди, братец. Он стреляет, славно. А на бильярде я его обыгрываю. Карпачев, вот Павел Николаевич желает завтра на охоту ехать. Так куда вы? Поедемте в Калабердово, к Вахряку. Там теперь должно быть много детей ремонт. Чего тебе? Барыня, вас к себе просят. Зачем? Не могу знать. Скажи, что я сейчас приду. Угу. Вы позволите? Павел Николаевич, как вам не стыдно спрашивать? Ступайте ради Бога. Мы вас недолго заставим ждать. Куда же вы, куда же, почтеннейший? Останьтесь, поболтаемся. Мне нужно... Да ну полоти, да что вам там за нужда? Вы, может быть, стыдитесь после вчерашнего. Ну что за пустяки? Ну с кем этого не случается? То есть я хочу сказать, с кем не случается выпить. А признаться, вы удивили нас вчера? Какое сродство сыскал, а? Экая фантазия, подумаешь, а? Больше под глупостью. Так-то оно так. А все-таки удивительно. Почему именно дочь, а? Чудеса. А ведь признайтесь, вы бы от такой дочери не отказались, а? А у него губа не дура. А, как ты думаешь? Вы за что на нас вчера так рассервились? Нет, скажите. Виноват. Ну ладно. Бог вас простит. Так дочь, а? Послушайте, голубчик мой. А что вы ко мне никогда не заедете? Я бы вас угостил. По короче благодарю. А у меня хорошо. Спросите хоть вот у этого. Вы бы мне опять про Ветрова рассказали. Слушаюсь. Василий Семенович, а вы сегодня с Карпачевым-то не здоровались? Карпачев? А ты с Василием Семеновичем по вчерашнему-то не здоровался. Никак нет. А ведь, брат, это нехорошо. Нехорошо. Так возьмите еще. Ну, ну. Ну, давай, давай. Как же спросил вас, Фрикон Александрович? Оставите господина Кузовкина в покое? Вы мне? Я не понимаю. Да, Фрикон Александрович. Я признаюсь, удивляюсь вам, что вам за охота с вашим воспитанием, с вашим образованием заниматься такими, смею сказать, пустыми шутками, да еще два дня княжу. А так и позвольте, Павел Николаевич. Хотя, с другой стороны, точно я с вами совершенно согласен. А что ваша супруга здоровая? Да, она скоро придет. Вы извините меня, пожалуйста, я сегодня что-то не вду. Нет, нет, Павел Николаевич, я с вами совершенно согласен. С этим народом фамилиарность никуда не годится. Я вам не сказывал, я будущей зимой собираюсь за границу поехать. Останьтесь, Василий Семенович, мне нужно с вами поговорить. А что, мадам, мы будем иметь удовольствие видеть ее сегодня? Как же. Да не хотели пока пройти с посаду, видите, какое время, аптитур. Только позвольте мне не сопровождать вас, мне нужно переговорить с Василием Семеновичем. А, впрочем, я через несколько минут... Будьте как дома, милый Павел Николаевич, делайте ваше дело не спеша. А мы пока вот с этим смертным будем наслаждаться красотами природы. Природа смерть моя. Венес и си, Карпаччо. Милостивый государь, вчера я видел Вас вздорного и нетрезвого человека. Сегодня должен считать Вас за клеветника и за интригана. Не извольте прерывать меня. За интригана и клеветника. Ольга Петровна мне все сказала. Вы, может быть, этого не ожидали, милостивый государь? Каким образом Вы мне объясните свое поведение? Нынче утром Вы лично сознаете смех, что сказанная Вами вчера совершенная и чистая выдумка. А сейчас в разговоре с моей женой... Виноват. У меня сердце. У меня до Вашего сердца дела нет. А я Вас снова спрашиваю. Ведь Вы солгали? Солгали Вы? Павел Николаевич. Павел Николаевич, я же Вам докладывал, что я сам не знал вчера, что говорил. А сегодня Вы знали, что говорили. И после этого имеете еще столько духа, что смотрите по ядушному человеку в глаза и стыд. И стыд Вас еще не уничтожил. Павел Николаевич, Вы, ей-богу, слишком строги ко мне, но извольте милости воссообразить, какую пользу я мог бы извлечь из моего разговора с Ольгой Петровной. Я Вам скажу, какую пользу. Вы надеялись этой нелепой басне возбудить ее сожаление. Вы рассчитывали на ее великодушие. Денег Вам хотелось. Да-да! Денег! Я должен сказать Вам, что Вы достигли Вашей цели. Слушайте же. Мы с женой положили выдать Вам нужную сумму для обеспечения Вашего существования. С тем, однако... Да я... Мне ничего от Вас не надо. Не прерывайте меня, милостиво, государь. С тем, однако, чтобы Вы избрали место жительства подальше отсюда. А я со своей стороны прибавлю следующее. Принимая от нас эту сумму денег, Вы тем самым сознаете с Вашей лжи. Ах, у Вас это слово я вижу коробе. Ваши выдумки. И, следовательно, отказываетесь от всякого права. Да я копейки от Вас не возьмусь. Как суд? Стало быть, Вы упорствуете? Стало быть, я должен думать, что Вы сказали правду. Извольте объясниться, наконец. Ничего я не скажу. Думайте обо мне, что хотите. Я ничего от Вас не возьмусь. Нет, это ни на что не похоже. Вы, пожалуй, еще останетесь здесь. Сегодня же меня здесь не будет, поуедете. Но в каком положении Вы оставите Ольгу Петровну? Вы бы хоть это сообразили, если Вас осталось на каплю чувства? Отпустите меня. У меня голова кругом. Что Вы от меня хотите? Я хочу знать, берете ли Вы эти деньги. Вы думаете, что сумма незначительная? Мы Вам десять тысяч рублей даем. Да я ничего не могу от Вас взять. Можете. Стало быть, жена моя ваша. Язык не поворачивается. Вы говорите это слово. Ничего я не знаю. Отпустите меня. Слишком. Да знаешь ли ты, что я могу принудить тебя повиноваться? Каким это образом смеешь спросить? Ну, не выводите меня из терпения. Не заставляйте меня напоминать Вам, кто Вы такой. Я? Я столбовой дворянин. Вот кто я. Хорош дворянин. Нечего сказать. Каков ни на есть, а купить его нельзя. Это Вы. Вы в Петербурге. С Вашими подчиненными. Извольте так обращаться. Слушайте, слушайте, упрямый старик. Ведь Вы же не хотите оскорбить Вашу благодетницу. Вы уже осознали несправедливости Ваших слов. Ну, что же, что же Вам стоит успокоить Ольгу Петровну окончательно и взять? Взять деньги, которые мы Вам предлагаем? Или Вы так богаты, что Вам десять тысяч рублей не почем? Да не богат я, Павел Николаевич. Да подарочек-то Ваш слишком горек. Уж и так я вдоволь стыда наглотался. Вы говорите, нужны мне деньги. Не нужно мне денег. Рубля от Вас на дорогу не возьмусь. Я понимаю Ваш расчет. Вы притворяетесь бескорыстно. Вы надеетесь эдак больше выиграть. Слушайте, последний раз Вам говорю. Либо Вы возьмете эти деньги на тех условиях, которые я Вам изложил, либо я прибегну к таким мерам. К таким мерам. Что Вы от меня хотите? Господи Боже мой! Мало Вам того, что я уезжаю. Так Вы хотите, чтобы я замарался? Вы купить меня хотите? Нет, Павел Николаевич? Не выйди. О, черт возьмите, я от тебя. Это невыносимо. Я сейчас, сейчас. Даю Вам четверть часа на размышления. А там уж не пеняйте. О, Господи Боже мой. Что же это со мной делается? Нет, уж это лучше живому в гроб лечь. Погубил я себя. Язык мой, враг мой. Этот барин, он со мной как с собакой разговаривал. Словно во мне и души-то нет. Ну, нет. Хоть убей он меня, а... О, Господи. Василий Семенович, я желала Вас видеть еще раз с Василием Семеновичем. Что же Вы, Ольга Петровна, Вашему супругу все изволили сообщить? Я никогда ничего от него не скрывала, Василий Семенович. Так. Он мне поверил и согласен на все. Согласен? На что согласен? Василий Семенович, Вы добрый, благородный человек. Вы меня поймете. Скажите сами, Вы можете здесь остаться? Нет, не могу. Никак не могу. Нет, я хочу знать Ваше мнение. Говорите же, говорите откровенно. Я чувствую Вашу ласку. Поверьте, что я тоже умею ценить, но остаться здесь я не могу. Никак не могу. Еще, пожалуй, побьют под старость. Не смущайтесь, Ольга Петровна, не смущайтесь. Я, в конце концов, я всё-таки чужой человек. Остаться здесь я не могу. Никак не могу. В таком случае возьмите вот это. Что это? Это мы Вам назначаем сумму для выкупа Вашего Ветрова. Надеюсь, Вы нам, Вы мне не откажете? Так, Ольга Петровна, и Вы, и Вы меня обижаете. Как? Вы откупиться от меня хотите. Но ведь я же Вам сказал, что никаких доказательств у меня нет. Почему Вы думаете, что я всё это не выдумал? Наконец, что у меня не было намерений. Да если бы я Вам не верила. Разве согласились бы мы? Ну, Вы мне верите. Так зачем мне эта бумага? Я сызмало себя не баловал. Не начинать же мне под старость. Что мне нужно? Ломать хлеба какой-нибудь, вот и всё. Вы мне верите? Да, да, мы Вам верим. Нет, нет, Вы не обманывайте. Полночь. Я Вам верю, верю. Полночь, полночь, Ольга Петровна. Вы могли отказать чужой богатой женщине. Вы могли отказать моему мужу. Но дочери, Вашей дочери Вы не можете. Не должны отказать. Я готов. Прикажите, что хотите, как хотите. Я готов. Прикажите ехать на край света. Больше мне ничего не нужно. Теперь я готов умереть. Оля. Олечка. Неужели это я? Неужели это не во сне? Оля. Олечка. Дайте мне руку. Руку. Ну, наверное, Ваши иваны. Олечка. Оля, Ольга Петровна. Вы можете, Мы имеем счастье Вас видеть. Оля Петровна. Как Ваше здоровье? Благодарствуйте, Я здорова. Вас лицо, как будто. Мобы, что ты сегодня с ней не в своей тарелке. И тут симпатия. А Ваш сад удивительно Я очень рада, что он вам понравился. То есть я вам скажу, он прелесть как хорош. Шалеет, цветы, все вообще. Mais c'est très bon, très bon. Да-да, природа и поэзия, это две моих слабости. Альбом точно в столичном салоне. Он принял? Хорошо. Повторяю тебе, что все эти истории я не верю, но я тебя все-таки одобряю домашнее спокойствие. Не 10 тысяч стоит. Легун Польцанович, чем вы тут занялись? Так, ваш альбом. Все это очень и очень мило. Скажите, Ольга Петровна, вы не знакомы с Ковринскими? Нет. И прежде не были знакомы? Нет. Познакомы. Вы берете? Берусь. Берусь. Хороший. Значит, солгали? Солгался. А вот вы, Влад Александрович, мы вчера с вами посмеялись Lunch Your Lady, Владимир Василиевич. А ведь он-то свое дело выиграл. Сейчас известие получено, пока мы в саду гуляем. Да что вы, да-да, вот Ольга мне сейчас сказала. Вы спросите его самого. Неужели, Василий Семенович? Достает. Достает. Я поздравляю вас, Василий Семенович, от души поздравляю. Я понимаю, вы его вежливым образом удаляете после вчерашней. Да-да-да-да-да. А как благородно, великодушно, деликанно. Очень, очень хорошо. Я готова в заклад побиться, что эта мысль вашей жене в голову пришла. Хотя и вы, конечно, то. Хорошо, хорошо, очень хорошо. Василий Семенович, так вам теперь туда переезжать надо, в хозяйственном попризоняться. Конечно, конечно. Василий Семенович мне сказал, что он даже сегодня туда съедет собирает. Ну, еще. Я очень хорошо понимаю его нетерпение. Вам теперь чай и в город заехать придется. Ну, а как же. В порядок все привести. Вам мешкать нечего. Володя Павлович, ну как же так? Надо бы ветра вот-то вспрыснуть, а? Да. Пожалуй, да. Эй, кто там? Человек! Чего извалится? Позвольте мне Кремлинского. Кто угодно. А, вы здесь? Шампанского. Шампанского. Да, послушайте, окажется в зале господина Иванова. Падам Ковенская сейчас замечательно будет рада с вами познакомиться. Василий Семенович, позвольте мне еще раз от всей души вас поздравить. Здравствуйте. Вы слышали, вашему приятелю Ветрова достается. Василий, что это они врут? Молчи, Ваня, молчи. Я так счастлив. За здоровье нового владельца. За ваше здоровье, Василий Семенович. Многие лета. Позвольте мне в такой, можно сказать, торжественный для меня день изъявить мою благодарность за все эти милости. За что же, Василий Семенович, вы нас благодарите? Ну, как же вы все-таки мои благодетели. А что касается до вчерашнего моего, так сказать, поступка, то, простите великодушного старика. И чего я, собственно, обиделся и говорил такое? Ну, хорошо, ну, хорошо. И чего, собственно, было обижаться? Ну, пошутили, господа. Нет, не то. Не то. Прощайте, благодетели мои. Будьте здоровы, веселы, счастливы. Василий Семенович, ну что вы так прощаетесь? Ведь вы чая не в Астрахани, уезжаете. Дай Бог вам всякого благополучия. А мне уж у Бога и просить нечего. Я так счастлив. Так счастлив. Что за сцена, когда он уедет? Прощайте, Василий Семенович. Когда переедете к себе, не забывайте нас. Господь вас наградит. Ну, хорошо. Хорошо, прощайте. Прощайте. А вы знаете, что я вам скажу? А вы благороднейший человек. О, помилуйте. Вы слишком добры. О, помилуйте. О, помилуйте. О, помилуйте. О, помилуйте. Мне Richens. Продолжение следует...